В этом лыжном марафоне лучших спортсменов определяют на шести дистанциях. Ребята 12-13 лет бегут 10 километров. Претендентов на победу немало. Главное хороший старт, чтобы не завязнуть в гуще других участников, а потом и ускорение на финише. На что рассчитываешь? На третью может быть. На третью? А почему не на первую? Соперность сильнее? Да. Почему? Ну, большие все некоторые. А может, ты плохо тренируешься? Нормально. Без падений на лыжном марафоне не обошлось. После того, как эти две спортсменки столкнулись на старте, на высокий результат уже не рассчитывали. Победила же в заезде юниорок Елизавета Осипова. Она финишировала в гордом одиночестве. Бежалась хорошо, легко. Я первая вышла, но темп был такой средний. Чтобы лыжникам бежалось легко, пришлось постараться организаторам. Солнечная погода и плюсовая температура внесли определенные коррективы в подготовку трасс. Мы испытывали определенные трудности с подготовкой трасс, но думаю, что справились мы успешно. Правда, сократили круг на полтора километра. Но, тем не менее, трасса в лесу хорошая. Лыжный марафон, посвященный памяти Алексея Прокуророва, собрал около 500 участников. Проводится соревнование уже в девятый раз. Дебютный старт был дан спустя несколько месяцев после гибели спортсмена. Олимпийского чемпиона в беге на 30 километров и чемпиона мира на дистанции в 50 насмерть сбил пьяный водитель, не имевший прав. Страна потеряла прославленного лыжника и тренера. Вчера была гонка 50 километров в Холминкольне. И диктор дважды вспомнил Алексея Прокуророва. Он в 93-98 году побеждал на дистанциях. И он был примером не только для наших спортсменов, для всей России. И его помнят, его знают и как спортсмены, и как тренеры. В первую очередь Прокуроров славился покорением длинных дистанций. Вот и на соревнованиях, посвященных памяти спортсмена, самая престижная победа в 50-километровом марафоне. Отважится преодолеть такое расстояние далеко не каждый. В гонке среди участников в основном профессиональные лыжники. В марафоне я как бы давно бегаю. Считаю, такая королевская дистанция мне очень нравится. У нас как бы район поюжнее, снега практически уже не осталось. И вот как говорится, хотелось бы поучаствовать на таких соревнованиях. Я здесь первый раз. Победителем на королевской дистанции, как и в прошлом году, стал Антон Суздалев из Подмосковья. Вторым к финишу пришел спортсмен из Тюмени. Бронзу завоевал владимирец Александр Еремичев. Золото наши лыжники тоже принесли. На дистанции 30 километров первое место поделили Руслан Фадеев из Владимира и лыжник из Мурома Кирилл Печенов. Алексей Дудин, Артем Горчаков, 6 канал.